На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Бывают ли люди злыми сразу от рождения? Как становятся злыми? Ну, сразу отвечу, что злыми людьми не рождается. Зла в природе, как такового, чего-то тварного, не существует. Злые мысли, злые дела являются порождением воли человека. Злым является то, что вредит самому человеку. Поэтому маленький ребёночек, родившийся, он не может быть злым, он ещё ничего не подумал злого, ничего не сказал злого и ничего не сделал злого. Но тогда действительно возникает вопрос, а почему же люди вырастают и часто становятся очень злыми, становятся даже сатанистами, ненавистниками, фашистами, расистами и так далее. В общем, человеко-ненавистниками. А это происходит в процессе воспитания и жизни человека. И прежде всего будет человек злой или добрый, будет зависеть от двух факторов. Это от той наследственности, духовно-нравственной, которую ребёночек получил от своих предков, прежде всего от родителей. И от того, какое воспитание он будет получать, сначала находясь с родителями, в детском садике, в школе, ну и далее в среде уже взрослых людей, в вузе или в другом ли учебном заведении, или работая среди людей. Вот влияние среды, в которой находится маленький ребёночек, и будет оказывать то влияние, самое главное, будет ли ребёнок добрым или злым. Но что есть добро? Что есть зло, я уже сказал, это то, что вредит, собственно, самому человеку, творящему злу. Да, и, конечно, это зло вредит и другим людям. Если вы, например, сказали злые слова в адрес другого человека или, не дай бог, пожелали ему зла, то есть прокляли его, то будьте уверены, что это зло, которое вы пожелали другому, к вам вернётся, причём вернётся с тарицей. Это как бумеранг. Запустил его в другого человека, но обязательно вернётся обратно. И, более того, тот, кто творит зло, пожнёт это зло в гораздо большей степени, чем он его сделал. Что есть добро? Часто говорят, что среди разных вероисповеданий и даже среди атеистов есть люди нравственные, добрые. Про пьющего человека иногда говорят так, ну, добрейшей души человек, ну, пьёт. А вот если он пьёт, он доброе делает? Нет, он делает злое. Но при этом может добрые дела делать для кого-то другого? Да, может. Но что и есть добро? Это то, что приносит пользу другому человеку. А что приносит пользу другому человеку? Это то дело, которое нравится Богу. Вот нравственное воспитание лежит в основе того, будет человек добрым или злым. Но нравственно то, что нравится Богу. И безнравственно то, что Богу не нравится. Поэтому, завершая ответ на этот вопрос, рождаются люди злыми или нет, и как становятся злыми, я хочу ещё раз сказать. Злым никто не рождается. Но удобопреклонность, как наследственность, к греху, то есть к тому злому делу, которое будет вредить человеку, есть у каждого. И это со времён Адама и Евы, когда повреждение, грех, иными словами, вошёл в природу человеческую. И она перестала быть идеальной, тянуться только к добру, к любви, к радости. Она стала, душа наша, тянуться и к греховному. Вот на этом я и закончу ответ на данный вопрос. Но наследственность не является фатальной. С вот этой удобопреклонностью к злому можно бороться. И это зависит, прежде всего, от родителей. Каким образом они будут воспитывать своего ребёнка. В боголюбии или нет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.